Смотрите прямо сейчас. Такой бизнес вам точно не снился. Работы любой фирмы это наличие финансов, наличие денег. А Василий Баранчук лично протестирует матрас. Я сплю на матрасе Элит 529. И даст это сделать остальным. Да, можно в магазине прямо полежать. Расскажет, почему ушел с госслужбы в свое дело. Ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь другим лицам, принадлежишь государству. Как стал известным в городе меценатом. Человек, который зарабатывает деньги, он обязательно должен помогать. И почему вера? Если бы дьявол предложил вам бессмертие безо всяких условий, согласились бы? Поменяла его жизнь на до и после. Такого не бывает. Таким его не видел никто. А мы покажем. Без галстука. Директор бара Василий Баранчук. Смотрите прямо сейчас. Это «Без галстука». Самое светское интервью с официальными лицами. Сегодня у нас в гостях директор предприятия бара Василий Баранчук. Здравствуйте. Вы, я смотрю, уже подготовились. Наша программа называется «Без галстука», поэтому без этого атрибута. Когда закончил службу, снял галстук и с тех пор хожу все время без галстука. Для того, как уйти в бизнес, вы работали на руководящей должности в колонии. Такая резкая смена декораций. С чем это связано? Я служил в МВД и служил 17 лет. И ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь, так сказать, другим лицам, принадлежишь государству. И когда, так сказать, особенно в праздники, в воскресные дни, у нас часто усиление было, дежурство, значит, самое. Поэтому вот эта вот особенность, она государственных людей, она несколько мешает быть в церкви, мешает вере. Ну, оно, нельзя сказать, что это плохо, все равно кто-то должен служить государству, конечно, должен охранять общественный порядок. А чем вы в МВД конкретно занимались? В МВД я занимался, работал все время на производственных должностях. Начиная с инженера УВД Могилевского областполкома, далее работал директором предприятия ЛТП в Бобруйске. Все люди старшие знают, он был на ЛТП на Бахаре у нас. Потом в колонии, в УЖ-15-2. А до этого, вот это после Академии МВД СССР, когда я приехал в 88-м году. А до Академии, в 82-86 год, работал главным инженером в детской колонии. У меня многое связано с Бобруйском, я уже был в Бобруйске с 82-го года. Люблю этот город. Сегодня Бара – единственный производитель матрасов в регионе. Этот бизнес – главный актив Василия Баранчука. Четыре огромные фуры ежедневно вывозят с этих складов под три сотни штук любых размеров и фасонов. Есть два типа матрасов. Есть матрасы с применением клея, а есть экологически чистые матрасы без применения клея, которых клей не применяется. То есть там обстреливаются все элементы специальным пистолетом. 30% идет на экспорт в Россию, еще немного в Прибалтику и Казахстан. Из последних новых партнеров – Польша. В фирменных магазинах, а их в Беларуси-9, остается мизер. Почти все матрасы забирают крупные торговые сети и оптовики. Работают исключительно под заказ. Страховка от загруженных складов. Видите, какие блоки используются. Разные. Вот они укладываются, потом крепятся, потом петли ставятся на них. И они будут подниматься частями. Мебель для сна, в том числе элит-класса, настаивает бизнесмен. Драйвер продаж ключевого продукта. В цехе трудится всего 8 человек. По секрету сообщил, со дня на день будет готова и кровать-трансформер с пультом управления. Цена около пяти сотен евро. А почему именно матрасами и мебелью стали заниматься? Бизнес, похоже, был у нас в колонии, когда я работал директором. Мы тоже производили пружинные блоки. Матрасы мы не производили, а производили пружинные блоки для мягкой мебели и для матрасов. И вот уже у меня был определенный опыт, так сказать, мы продавали часть своей продукции уже в Москву. Но, учитывая, что в колонии у нас не было возможности так сильно развиваться, то пришлось начать заниматься бизнесом, чтобы развитие предприятия и поставки были более большими, более объемными. Расскажите про ваше детство. Было оно счастливым? Кто ваши родители? Где вы родились? Оно прошло в деревне. Я родился в Быховском районе, деревне Сельдюки Могилевской области. Значит, деревня находится на трассе Могилев-Гомель. Это игры, футбол, учеба в школе. В девятом-десятом классе я стал, так сказать, вот как-то больше напрягаться в учебе, потому что директор нашей школы сказал, что, ну вот, два года надо этих поработать очень хорошо. Значит, ну и слава богу, вот сразу же после окончания школы поступил в Могилевский машиностроительный институт. Вот с первого раза, так сказать, сразу на автомобиле. Автомобильное хозяйство, специальность, значит, самая такая. Она появилась, это был второй прием на такой специальности. Мне сказали, что это перспективная специальность. И действительно, сегодня, так сказать, мы видим, сколько автомобилей. Тогда, когда я поступал, их столько не было у нас в Белоруссии. Сейчас вот тогда имели, вот помните, в деревне у нас было, наверное, три или четыре автомобиля, или даже два было автомобиля. Я занимался спортом, был спортсменом еще в школе, выступал там на районных соревнованиях за школу, выступал на областных соревнованиях. Я мастер спорта по лыжным гонкам и кандидат мастера по биатлону. А сейчас есть время на лыжи встать? Становлюсь каждый год на лыжах, но это уже, так сказать, не спорт, а уже просто физкультура. Вы человек, который о комфортном сне, наверное, знает все. А самому сколько удается в сутки поспать? Раз уже человек пожилой, мне за 60, стараюсь спать 8 часов. 7-8 часов, это достаточно для человека, чтобы выспаться, потому что лишний сон тоже вредно, когда не засыпаешь, тоже вредно. Вот стараюсь выполнять рекомендации медиков всем телезрителям, всем бобручанам, и не только бобручанам, рекомендую покупать матрас Элит 529. Он с одной стороны жесткий и с другой стороны мягкий, значит, на любой вкус. Вы сразу ответили на мой следующий вопрос. Как выбрать идеальный матрас? Все матрасы, которые выпускаются, так сказать, и в Белоруссии, и на Западе, они, ну, примерно, вот, по качеству они все одинаковые, но внешний вид может немножко отличаться. Матрас ортопедический, он является на основе пружинного блока. Многие сейчас покупают не на основе пружинного блока, а на основе разных химических пен, значит, сама там. Вот, и я вот к этим матрасам отношусь как-то не очень хорошо. А на пружинном блоке он, матрас, так сказать, дает такую возможность, ты чувствуешь, как вот на воде лежишь, вот такой. Самое главное, чтобы не было, вот, человек лежа на матрасе, у него поддерживался позвоночник по всей его длине, значит, это самое главное, чтобы не было прогибаний, провисаний. У нас есть возможность, вот, наши три магазина, которые здесь, в Бобруйске, можно полежать на матрасе. Смотрите далее. С чего начинается его рабочий день сегодня? Помоги быть честным в деловых отношениях и ответственных задачах, поставленных передо мной. Аминь. Вот с чего начинается рабочий день. Что предпочитает на обед? Ем все, что подают. Почему отрицает в соцсети? Любая информация должна быть в тайне. И игнорирует автомобиль. Надо хотя бы 8 тысяч шагов делать в день. Директор частного предприятия «Бара» Василий Баранчук. Без галстука. Прямо сейчас на Бобруйск 360. Василий Анатольевич, как проходит Ваш рабочий день? С чего он начинается? И есть ли в нем обязательные пунктики? Я провожу вначале планерку, так сказать, на производстве, значит, хожу на производство, прихожу в кабинет, смотрю информацию, которая, так сказать, поступала. А какие у Вас гастрономические пристрастия? Ем все, что подают. Нет выбора, так сказать, в еде. Ну, люблю простую еду, значит, вот. Кстати, очень не люблю салатов, когда там все это перемешано, смешано. Люблю, чтобы это было капуста, морковка обязательно на столе, там огурчик. И сейчас в этот период именно соленый, потому что вот все эти огурцы и помидоры, вот этот период мы практически не покупаем, значит, а кушаем вот то, что, так сказать, уже приготовлено с лета, значит, сама, вот это. Ну и, конечно, потребляю мясо в определенное время, соблюдаю посты, вот как православный человек, значит, а у православного 250 дней в году это без мяса, значит, сама. Поэтому сейчас как раз период мясоеда. А на работе как обедаете? Может, с собой ланчбоксы приносите из дома? На работе, во-первых, есть свой буфет, значит, сама, и мы привозим питание для сотрудников с Ван Дока. Недалеко находится кафе по 50 лет в ЛКСМ, да, они как раз готовят пищу, у них есть постные столы, допустим. Приезжаешь в среду, у них постное меню, так сказать, можно, так сказать, вот пообедать. Здесь у нас приемная и бухгалтерия. Это бухгалтерия, ну, это люди, которые более приближенные к директору, потому что основа, так сказать, работы любой фирмы – это, так сказать, наличие финансового, наличие денег. Вот здесь вот живем рядом. Первое, что бросается в глаза в кабинете руководителя – обилие икон. Ими заставлены все полки. Вот изображение святителя Николая. Раритет 19 века. Икона, подаренная мне сотрудниками, значит, она здесь вышита бисером. Очень, так сказать, такая интересная, оригинальная икона. Начинать утро с молитвы – правило номер один Василия Баранчука. Помоги ей быть честным в деловых отношениях и ответственных задачах, поставленных передо мной. Аминь. Вот с чего начинается рабочий день. После летучек с головой в работу. Заказы, переписка с партнерами, закупки и отгрузка. Свет в этом окне погаснет последним. Чтобы немного прийти в форму и восстановиться после тяжелого дня, садится на велотренажер в комнате отдыха. Смотрит новости, много читает. В том числе и книги бизнес-метров. А где вы предпочитаете отдыхать? На родине, за границей? В последнее время мы отдыхали в Греции, потому что на родине у нас нет такой погоды, нет моря в Белоруссии. Поэтому мы с сыном и женой, так сказать, хочется выехать там, где можно как-то принять солнечную ванну и ванну, так сказать, морскую ванну. Поэтому вот в прошлом году отдыхали в Грузии. Кстати, очень тоже понравилось. Это и Греция, и Грузия, это православные страны. И очень хорошие у них там и кухни, и очень добрые и хорошие люди, значит, самоприветливые. Про гаджеты. Есть ли вы в социальных сетях и где храните список дел? В социальных сетях меня нету, я, так сказать, к этому, так сказать, отношусь как-то, так сказать. Любая информация должна быть в тайне. Вы верующий человек. Как вы пришли в храм, может, кто-то повлиял на ваше сознание? В храм я пришел через жену, и часто вот в жизни многих православных христиан так и случается. Потому что если посмотреть в храме, да, то процентов 80, а то и 90 – это женщины в храме. Это вот и бабушки, и женщины, так сказать, сама. И жена меня вот с дочерью, они стали первые ходить в храм. Значит, у моей жены была очень верующая бабушка, она у меня жена сама с Украины, значит, в Житомирской области, город Малин. А Малин – это почему? Потому что от Малиновый звон там раньше отливали, при Петре I, это было производство колоколов, так сказать. Это было очень такое место знаменитое. Малинские колокола, Малиновый звон, так сказать. Оно вот это вот очень-очень-очень важно. Вот, наверное, повлияла вот прежде всего молитва бабушки, жены моей, значит, она очень была верующая, значит, сама. И потом жена пришла в церковь и стал, я стал вначале захожанином, да, заходил в церковь, там поставлю свечечку. Не надо ждать, когда там Господь постучится, да, и когда нам будут какие-то несчастья, и мы потом будем идти искать защиту, просить Господа. Вот надо приходить в радости. В Духовно-просветительский центр при Елисаветинском храме на Красноармейской Василий Баранчук приходит чуть ли не каждый день. Его здесь каждый знает в лицо. А сколько будет дважды в два? Четыре. Как четыре? Мне кажется, пять. Четыре. Четыре пять же, ну. Помимо обязательных школьных предметов, дети изучают и основы православия, и все по строгому расписанию. Занятия начинаются с обязательной молитвы, вот в этом домовом храме. Дальше уроки. Как и в обычной школе, есть здесь и библиотека, и столовая, а еще большой зал для утренников. Здесь мы проводим такие поклассные мероприятия, которые вот классы, каждый класс готовил постановление, постановку к Рождеству. Именно Василий Баранчук был в числе тех, кто настаивал на открытии центра 11 лет назад. Сегодня в воскресной школе 180 ребят. Еще 80 – ученики начальных православных классов одной из гимназий города. Вы известный меценат и общественник. В 2013 году достойный звания Человек-года Могилевщины за вклад в общественно-политическую деятельность. Всегда помогаете церкви. А самому несложно разделять или объединять бизнес и благотворительность? Бизнес и благотворительность, она невозможна разделиться. Надо всегда делить свой доход, делить с людьми, делить с церквью. Написано и в Евангелии, что десятую часть своего дохода отдай церкви, отдай ближнему своему. Поэтому вот мое кредо такое, что человек, который зарабатывает деньги, он обязательно должен помогать. У вас есть хобби? Утренняя прогулка. Я, так сказать, всегда утром, мы живем в деревне, в деревне Кончаны. И утром, так сказать, у меня вот прогулка, это обязательно, так сказать, атрибут моей, так сказать, жизни. Это вот, наверное, вот это и есть хобби, да, потому что, ну, движение – это жизнь. Надо постоянно двигаться. Надо хотя бы 8 тысяч шагов делать в день. Расскажите о вашей супруге, детях, чем они занимаются? Дочь сейчас у нас, она пострижена в Иннокене, живет в Жировичах. Там создано сестричество при иконе Жировичской Божией Матери, значит, и работает в иконной лавке. А сын закончил школу, и сегодня он учится на третьем курсе в Минской духовной семинарии, которая тоже находится там в Жировичах. Поэтому им вот как-то не скучно, и вот они там вот в Жировичах, в нашем, так сказать, духовном центре Белоруссии. Кому вы хотели бы передать свое дело? Уже задумывались про преемственность? Первое, что это сын, он учится в семинарии, так сказать, и, ну, даже если он будет рукоположен священником, то есть примеры, когда священники работают вот в Брянской области, есть священник, директор совхоза. Значит, поэтому на сегодняшний день многие священники у нас преподают в школах. Василий Анатольевич, в конце нашего интервью небольшой блиц. Позволите? Ваша самая характерная черта? Наверное, вспыльчивость. Что вы больше всего любите? Люблю Бога и людей. А ненавидите? Плохие дела. Самый страшный на ваш взгляд порог? Порог безверия. Качество, которое вы больше всего цените в женщине? Преданность. Страна, в которой мечтаете побывать? Ну, наверное, в Италии, в баре, вот, где мощный святитель Николай. Любимые композиторы? Люблю композитора Валерия Иванова, которому недавно, 4 января, исполнилось 70 лет, и он был у нас на концерте. Если не с собой, кем бы вы хотели быть? Вещенником. Способность, которой вам хотелось бы обладать? Потерпением и смирением. Если бы дьявол предложил вам бессмертие безо всяких условий, согласились бы? Такого не бывает. Это был Василий Баранчук. Таким вас точно никто не видел. Спасибо за это интервью. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!